Продолжаем курс лекций, посвященных современной китайской литературе, китайской литературе 20-го, начало 21-го века. В прошлый раз я рассказывала о китайской литературе начала 20-го века, о литературной кладуции, о творчестве таких известных писателей, как Бадзинь, Лао Ше, Гусьчунь, конечно же. И сказала, что сегодня мы поговорим о китайской поэзии, потому что говорили мы в основном в прошлый раз о прозе, вскользко упоминали некоторых самых известных китайских поэтов, но все это говорили в основном о прозе. А сегодня я бы хотела поговорить о китайской поэзии 20-х-40-х годов, о том, что там происходило, и немножко коснуться самых известных китайских прозаиков, в частности, Джан Ай-Ли, основоположница женской и, как говорят в Китае, психологической прозе. Поэтому начнем мы, вернемся хронологически опять к началу 20-го века. Вернемся мы опять к началу 20-го века. И вспомним о том, что после Синьхайской революции 1911 года китайская литература перешла со старого языка ваньяне на новый язык – байхуа. И тут надо сказать, что если китайская проза до начала 20-го века все-таки имела какие-то традиции на байхуа, были романы, в которых существенная часть текста писалась на байхуа, были поезды городские, были какие-то попытки, по крайней мере, дать вкрапления в тексте, диалоги на байхуа, то китайская поэзия практически такой традиции не имела. И в этом смысле поэтому китайским было намного тяжелее. Единственные такие первые ласточки, которые можно здесь упомянуть, это два очень известных в Китае человека – это Хуан Зуни Сянь и Тань Сы Тун. Я буквально несколько слов коротко о них скажу, потому что они объявили, как раз они первые объявили о том, что они устраивают революцию в стихиях. Дело в том, что Хуан Зуни Сянь был известным китайским дипломатом, причем очень высокопоставленным дипломатом. Он бывал подолгу в Японии, в Америке, в Англии и был человеком очень образованным, поборником реформ. Поэтому, когда он начал писать свои стихи, он заявил в одном из своих стихотворений. «Конфуцианцы в сегодняшнем мире стихи распевают, дошамкают прозой. Деяния древних для них умиленья, а нынешним судят со злобой угрозой». Перевод Ярославцем. То есть он не только хотел разрушить какие-то старые нормы стихосложения, он еще активно выступал вообще за реформу и в том числе против конфуцианства как такового. То есть он такой вот участник реформаторского движения во всех смыслах. О чем они заявляют, что они хотели сделать? На самом деле нельзя сказать, что они такую же революцию стихи устроили. Они активно пытались ввести в китайские стихи, во-первых, неологизмы, появлявшиеся в свете контактов Китая с зарубежными странами, диалектизмы. Они всячески пытались сблизить поэзию с народной песней, то есть как-то приблизить ее к языку деревни, скажем так. То есть по большому счету все их нововведения касались лексики, не касались метрики стиха, не касались допустим рифма какой-то или еще каких-то патологических аспектов. Но лексику действительно они ввели в ногу. Танецов, к слову сказать, был вообще философом и был казнен, поскольку он участник реформаторского движения, да, он был казнен за свои, так сказать, предложения по реформам, обвинен одним из участников замызл, был казнен. И, в общем, коротко можно сказать, что они каким-то образом создали некие предпосылки, такой мостик перекинули, да, из старой поэзии в новую. Тем не менее, все-таки их поэзия была написана традиционным для Китая с таким стилем. Мы знаем, что, ну, китайцы знают, по крайней мере, да, что в китайском традиционном стихе, как правило, если это были ши, так называемые стихи, у них было либо пять, либо семь рубль в строке. И вот это правило осталось незыбным. То есть они бы как-то нарушали лексику, да, но психообновили очень существенно. А вот действительно новые какие-то вещи в поэзии стали происходить в начале 20-х годов. Вот в 21-м, да, в 21-м, в 23-м годах на страницах журнала «Новая молодежь», я к нему уже упоминала в прошлый раз, это был такой рупор литературный, приход на Байхуа, на страницах этого журнала стали появляться стихи на Байхуа. И вот один из первых таких ярких поэтов, поэт, эссеист, лингвист и теоретик, между прочим, киноискусства. Тогда только-только в Китае что-то стали узнавать про кино, а поскольку он жил долго за рубежом и получал степень PhD в Парижском университете по лингвистике, он увлекся фотографией и немножко стал как-то рассказывать в Китае, китайцам вообще о кино, о операторской работе, то есть очень известен в этом смысле тоже. Вот он как раз, Лю Баймун его звали, Баймун, это несколько бедоизмененное его имя, такой полукрестьянин, если это всегда не моего, настоящее имя, но там был немножко другой уровень. Вот он как раз внес довольно существенный вклад в разработку новых жанров, формы, рифма, ритма, стихотворения в прозе, то есть он в этом смысле сделал очень много для китайской поэзии. Человек был очень образованный, получил степень PhD, как я уже сказала, в Париже, занимался как раз метрикой стиха, рифмами, правда в основном китайского стиха, но пытался как-то сравнивать с европейской поэзией. С 1925 года был профессором Пекинского университета. Вообще надо сказать, что в этот момент ядро китайской интеллигенции по большей части, конечно, консолидировалось вокруг Пекинского университета, преимуществом. Это был такой период, когда там работали действительно выдающиеся, потрясающе выдающиеся писатели, поэты и так далее. Он известен еще тем, что одним из первых сделал героями своих произведений так называемого маленького человека, то есть крестьян, рикш, слуг, нищих. Действительно, по большому счету писал о тех маленьких людях, нельзя сказать, о которых не было традиции говорить в Китае. В Китае была танцкая порезия, был Дуфу, который писал о бедняках, но тем не менее, тем не менее, это не было, так сказать, ведущим направлением в поэзии. Я коротко могу упомянуть два стихотворения. К слову сказать, есть такая книга «В поисках звезды заветной». Она есть в интернете, она полностью отсканирована. Это китайская поэзия первой половины XX века. Очень хороших переводов. Она вышла в советское время еще в библиотеке китайской литературы. И одно из стихотворений короткое, поэтому прочитать длинный, не буду читать «Между ними лишь слой бумаги». Пляшет огонь в печи, в комнате благодать, велит господин отварить окно, за фруктами посылает слугу. На дворе, говорит, прошли холода, а печь накалили, дышать не могу. На улице нищий лежит на земле, холодный, как льдина. Он стиснул зубы, он проклинает северный ветер злой, а всего-то между нищим и господином бумаги оконной тоненький слой. Вот такой стихотворений. И продавец редиса, тоже оно длиннее, поэтому я его зачитывать все не буду, это продавец редиса в разрушенном темном храме. Однажды где-то решили разрушенный храм продать, быстро явилась полиция и к продавцу редиса «Здесь нельзя оставаться, убирайся скорее». Створение о том, как его вышвыривает на улицу, с победой ушла полиция. И там двое детей, наблюдающих за этой сценой. «Страшно», – сказал семилетний, испуганный мальчуган. «Мы это должны запомнить. Но мы не будем такими, как продавец редиса». В смысле, такими безропотными. Он молча, он не сопротивлялся. «Но мы не будем такими, как продавец редиса». Девятилетний, сказал, не понял его семилетний, таращит глазенки, молчит. Любой, ну, интереснейший человек. Не могу сказать, что он очень известен зарубежным читателям, хотя специалисты его знают. Он прославился, помимо всего прочего, тем, что ввел в китайский язык местоимение «Она». Дело в том, что в старом китайском языке было одно местоимение третьего лица. И вот правая часть его была такая же, а слева был другой ключ, да, человек пишется. А им обозначались и он, и она, и оно. Поскольку Любаню много переводил, все-таки он учился в Европе, он владел английским и французским, то в процессе дискуссии и работы над переводами, по-моему, даже Шекспира, если я память не изменяю, он переводил, у них, значит, как-то возник вопрос, они взяли все-таки как-то отразить поточнее в китайском переводе, чтобы это было все-таки местоимение «Она». Тогда, так китайцы говорят, тут сложно сейчас сказать, конечно, нужно консультироваться с лингвистами, но во многих статьях я встречала, что именно изобретение такое, просто вместо левой половины героглифа вот этот элемент это женщина, да, переделать так местоимение придумала любая, ну, а поскольку в тот момент как раз активно обсуждались права женщин и говорилось о том, что женщина должна обучить образование, да, женщина тоже человек, вот, это как-то было встречено на ура в прессе, многие писатели-поэты это подхватили, и, в общем, довольно быстро, буквально в течение нескольких лет этот роглиф прижился, и вскоре после этого решили придумать еще отдельное местоимение «Оно» или местоимение для неодушевленных, предметов. Вот таким образом в начале, можно сказать, только 20 века в китайском появилось это нестремение от заслуга Люба Аньмуна как раз. Так что он не только для поэзии что-то интересное и хорошее совершил. Вот. Ну и что дальше происходит? Как я уже говорила, в прошлый раз в Китае в 1919 году началось движение, такое патриотическое, подъем был, движение 4 мая 1919 года, которое возникло как протест на, скажем так, действие Японии, да, по превращению Китая в полуколонию. Вот это патриотическое движение, оно вылилось в литературе в отказ, в том числе, от старого языка в Аняане, и в том числе, в Парезе это привело все-таки к разрушению старых поэтических форм и отказу от классической китайской системы рифм. На смену им пришел свободный стих, например, либо ци-йо, по-китайски «свобода», да, ци-йо, ши. И этот стих стал преобладающей формой 1920-х годов. Для Китая это тогда, да, это был взрыв просто, это было что-то невероятное, отказ от этой традиционной системы, где было фиксированное количество слогов, это было очень шокирующе. Вот. Китайская поэзия знала, разумеется, были стихи ци, которые писались на заданную мелодию, где под определенную мелодию тоже могло варьировать количество иероглифов в строке, но все-таки там была, так полагалось, какая-то мелодия, какой-то мотив, да, то есть эти мотивы, они тоже в какой-то степени количестве были фиксированы, поэтому, а тут вообще просто свобода действий, делай что хочешь. Значит, соответственно, вот в китайском верлибре строки могли разниться и насчитывать там от 3-4 до 20-21 иероглифов в строке. Соответственно, тут так радостно все бросились экспериментировать с этим верлибром, молодые поэты. Они решили, что, надо сказать, что тогда в Китае были очень модными два поэта. Это Рабинтронат Тагор и Уитмен. Ну, Тагор, они, конечно, знали в основном по английским переводам, тогда еще не было прямых переводов китайских. Вот. И поэтому они радостно стали писать стихи такие свободные, да, и фактически полностью, была попытка полностью отказаться от системы ритма. Выходит большое количество сборных поэзий, там, коллективных в основном. Я коротко напомню просто, что появляются многочисленные общества. в Шанхае в 20-х годах выходило около 600 литературных журналов и было около 100 литературных обществ, группировок. Они возникали, они переходили члены этих группировок из общества в общество. Они то враждовали, то дружили, заключали союз, завели бурную полемику в прессе. В общем, была такая очень насыщенная жизнь. Но я в прошлый раз немножко рассказывала вам, поскольку лекция была о прозе. Я рассказывала, когда упоминала общество творчества о Юйдафу, которого выследила в Сингапуре японская контрабетка и убила, да, тайна, хотя он жил под прикрытием. А сегодня я немножко хочу сказать пару слов о Гомо Жо. Это мало того, что писатель, поэт, историк и президент Академии наук КНР. Это, в принципе, очень интересная и такая необычная личность. Он как раз именно как поэт интересен. Чем интересен? Он один из первых как раз стал писать стихи в новом стиле. И опять же, посмотрите, он учился в Японии. То есть почти все поэты, прославившиеся и внесшие действительно выдающийся вклад в китайскую поэзию 20 века, они учились за рубежом. Он учился в Японии. Причем учился около 10 лет. В итоге окончен медицинский факультет японского университета Кьюсю. Печататься начал еще в Японии с 19-го года. И когда вернулся в Китай, он сразу стал, обратите внимание, не по специальности работать, не медиком. Он стал деканом литературного факультета в университете имени судьи Цена Куанчжоу в 25-м году. Вот. Тем не менее, тем не менее, кстати, он был женат на японке. Первая жена у него была японка. Я вот путаю с него то ли пять, то ли шесть детей было. Вот. Значит, это первая жена и молодости было. Почему? А не город-разведка. Нет, нет, это Юдафу. Юдафу. Гумашу там по-другому. Там, да, тоже, посмотрите, в 78-м году. С Гумашу там было немножко по-другому. Значит, там произошло следующее. Он вступил в Компартию в 27-м году. Вступил в Компартию. А там в 27-м году был очередной такой конфликт между Гуминданом и Компартией. Была попытка неудачной революции. И после поражения, это называется Нанчанское восстание, после поражения этого восстания Гуминдан начал чистки коммунистов. То есть начались аресты, расстрелы, тюрьмы. И поэтому очень многие эмигрировали. И вот поскольку у него жена, да, японка, он, соответственно, уехал в Японию. Очень долго там жил. Занимался демокитайской истории. В полиографии выпустил несколько монографий, как раз, вот, связанных с археологией, там, надписями на бронзовых сосудах, вот, вот, все, черепашьих панцирях и так далее. Потом, в 37-м году, как мы помним, началась война между Японией и Китаем. Вот тут я детально, конечно, не копала при каких обстоятельствах, но, видимо, это послужило причиной. Он расстался с японской женой, уехал в Китай. Впоследствии у него потом еще китаянка была, жена другая. Но он уехал в Китай именно по причине того, что началась война. И активную, активную, действительно, очень активную вел борьбу такую. Он писал и пьесы про грандистского характера, и стихи, и поэзию, и так далее. Значит, про культурную революцию я говорил. Он очень сильно пострадал. Несмотря на то, что с 49-го года и до самой своей смерти он был президентом Академии наук НР, он даже когда подвергался опале в культурную революцию, официально его с этого поста никто не снял. Двух его сыновей, уже от китайской жены, довели до самоубийства. Он пережил культурную революцию сам. Ну, конечно, можете себе представить, какой отпечаток положил на его жизнь. И он практически, конечно, в культурную революцию ничего не писал. После культурной революции в основном занимался какими-то историческими уже такими трудами, можно так сказать. По поводу его поэзии, почему мы сегодня о нем вообще говорим. У него есть такой романтический сборник «Богинь и Шэн». Это одна из самых значительных книг периодов движения 4 мая и вообще всей китайской поэзии новейшего времени. В Китае ходят в обязательную программу средней школы. Это вот практически на 100%. Надо сказать, что туда входят такие, знаете, очень своеобразные вещи. Это пьесы в стихах. Ну, в общем, мы знаем, что такое бывает, да? Там и пьесы в стихах, и стихотворения. Причем стихотворения написаны в подражании Арбенгранату Тагуру. И там у него в пьесы в стихах есть просто богиня, есть второе рождение богинь и нирвана феникса. Вот феникс у него символизирует возрождающуюся родину. Потому что феникс, как мы помним, он возрождается из пепла. То есть родина возрождается для новой жизни. Достаточно специфичная на самом деле для российского читателя книга, потому что она полна аллегорий. И потому что здесь, в этой книге, помимо богинь, фигурируют два персонажа. А именно, мифологические персонажи Чжуан Сюй и Гу Гу. Если вы не читали китайскую мифологию, если вы о ней ничего не знаете, то там разобраться, конечно, очень трудно. Надо смотреть либо примечания, либо самостоятельно рыться. Значит, Чжуан Сюй – это мифический правитель Китая 3-е тысячелетия до н.э. Это один из пяти императоров китайских считается, что он внук Хуан Ди, желтого императора. То есть это глубокая-глубокая древность. Это такой образцовый правитель, о котором говорит отец китайской историографии Сыма Цянь. И значит, он один такой, как бы сказать, один из образцов, к которому китайцы все время дают отсылки. Вот он победил Гунгуна, другого там мифологического персонажа. И в этой битве, за этой битвой наблюдают богини, сошедшие. Они стояли на скале, высеченные из камня. Они сошли со своего места. И в итоге они говорят, что битва закончилась. Сюда идет новое солнце. И ведущий, который выходит на сцену, клянец, кланяется зрителям, говорит, дорогие зрители, вам давно надавил этот мрачный, ядовитых туманных мир. Вы рождите света. Вы хотели бы знать, что дальше случилось. Но поэт, создавший эту пьесу в стихах, опустил свою кисть на этом месте. Он бежал за море. Ему надо теперь творить новый свет, создавать новое тепло. Такой план пьесы в стихах, подчеркиваю. Тем не менее, Гомо Жо и вообще вся эта поэзия общества творчества, они вошли, конечно, в китайскую литературу. Не только потому, что он был крупным ученым и председателем Академии на УФНР, а в принципе потому, что у них, практически у всех представителей общества творчества был такой, знаете, культ страданий. Они такие были по многому пессимисты. И в отличие, допустим, от Лусини и его соратников, которые все время предлагали борьбу какую-то, общество творчества, они декларировали всегда, как правило, аполитичность, такую приверженность к романтизму. Примерно так, если совсем с тематичным объяснять. Но более интересным, наверное, если говорить о поэзии, были более интересными представителями китайской литературы те поэты, которые входили в общество новолуния, группировка даже, смотрите, она не общество по-китайски, а группировка новолуния. Я уже говорила в прошлый раз, что создателями ее были вот три человека, основные такие ядро — это Куши, Сюи-Джи-Мо и Вэнни-Ду. Все учились за рубежом. Ходили туда и другие поэты. И один фразаик Шэн Цунь-Вэйд, кстати, очень интересный, и переводился он у нас, и, наверное, заслуживает того, чтобы переводы его появлялись и дальше. Это такой представитель китайской почвенческой литературы. Интересно то, что Хурши был главным идеологом. Сюи-Джи-Мо фактически был главным редактором. Они сдавали журнал, который также назывался «Новолуния», и Сюи-Джи-Мо проводил работу по отбору поэтических произведений. Но поэтому главным и более ярким, оставившим самый яркий след в китайской церкви был, конечно, «Дониду». Символом группы стала «Луна», «Новая Луна», навеянная сборником стихотворений «Тагора». Как я уже сказала, он был очень популярен, да, «Тагор». Значит, в отличие от других обществ, «Новолуния» тоже, ну, творчество оно еще как-то романтически иногда воспринимало действительность. А вот «Новолуния» вообще проклинало настоящее. Оно ощущало его как трагедию, да, происходившее все в Китае. И основной концепцией общества «Новолуния» было такое камерное искусство, искусство для себя. Если Лусинь и его коллеги, это были такие глашатые революции, они все время призывали к чему-то, к борьбе, к революции и так далее. А Игорь нет. Это искусство для себя. Как я уже говорила, они активно переводили, поскольку учились за рубежом. Впервые опубликовали на страницах своего журнала рассказы «Кавки» и огромное количество стихов в переводе с английского. Чем известен Веннидоу, помимо того, что он просто входил в это общество? Дело в том, что он разработал и всячески продвигал концепцию нового регулярного стиха. Я уже говорила, что появился верлибр, такой свободный стих. А Веннидоу заявил, что нет, это не решение проблемы, что это еще за свободный стих, где каждый пишет как хочется. Вообще иногда непонятно, стих ли это, или это проза, просто написанная столбиком. Тут должна быть какая-то теория. Он довольно серьезную статью теоретическую опубликовал, поэтому всегда китайцы пишут, что он не только поэт, но еще и литература нет. И он обосновывал свою вот эту концепцию нового регулярного стиха. Значит, если говорить о его сборниках, то «Красная свеча», 23-й год, такой сборник стихов, посвященный раздумию о жизни и смерти. И, в общем, «Красная свеча» — это символ такого художника, сгорающего без остатка в огне своего творчества. Но тут сразу идет отсылка. У него эпиграф стоит из танцкого поэта Ли Шангиня, потому что у Ли Шангиня такой известный поэт эпохи Танг, у него свечи или свеча фигурируют в очень многих стихотворениях, посвященных в том числе любви, любовной лирике. Ли Шангиня — один из немногих китайских поэтов, который создавал любовную лирику. Это вообще не было превалирующей темой китайской поэзии. Другой сборник, о котором я еще скажу, в 1926 году — это «Мертвая вода». И, в общем, жизнь Мани Дон оборвалась трагически достаточно. Он был убит агентами Гоминьдана за публичную критику. То есть он имел смелость публично высказаться о своем согласии с политикой Гоминьдана. Он осудил их репрессии. Они действительно их проводили против представителей китайских писателей и поэтов. Он активно выступил против и, в общем, фактически его просто убили. Это было политическое заказное убийство. У всех практически была очень нелегкая судьба. Ну, как я уже сказала, в чем заключалась попытка вот этого нового регулярного стиха? Он попытался приспособить английский вселоботонический стих с его строгим чередованием ударных, безударных слогов к особенностям китайского стихосложения. Вообще эта тема такая достаточно болезненная. У меня сейчас вот студенты, которые учатся в специальности перевода приводоведения, приходят и говорят. Нам преподаватель, не китаист, сказала подобрать примеры. Ямба, хорея и так далее. А как? В китайском нет ударных, безударных слов. Там тон у каждого слова. Эта задача, она, в принципе, практически невыполнима. Венни До, который тоже очень хотел каким-то образом вписать вообще китайскую литературу в современность, он попытался это сделать. Значит, он вот как раз частично пытался реализовать в сборнике «Мертвая вода», вызвал безумное количество подражаний, потому что время было такое, да, экспериментальное. Но, прямо скажем, «Попытка удалась наполовину». Понятно, что если в китайском тон ровный, то его условно, очень условно можно принять за безударный. Но если тон уже, там, да, четвертый или, там, третий, неважно какой, если он уже есть, рисунок какой-то, то тут все очень сложно. Тем не менее, суть-то в чем была? Он все-таки вернул стихотворение, фиксируемый порядок иероглифов в строке. То есть он ушел от Верлибра, да, где можно было хоть три иероглифа, а в следующей строчке 21. Он все-таки попытался вести некий такой порядок. Вот. Значит, чтобы в качестве примера привести. Да, классика, конечно, Венедо. Помимо того, что это «Красная свеча». Сейчас, секунду. «Классика Венедо», наверное, ну, «Красная свеча». «Свеча у красной свеча, она яркая и горяча. Скажи, поэт, о сердце, что в груди твоей. Сравнится ли планем с ней и таковоль на цвет?» Ну, и так далее. Да, он сравнил. Классика, конечно, Венедо – стихотворение, которое учат в Китае практически все и пишут по нему сочинения. В общем, это стихотворение, которое точно знает каждый китаец. Это «Дума о хризантеме». Наверное, те, кто сколько-нибудь знакомы с китайской культурой, знают, что символизирует хризантема в Китае? Что в хризантеме? Смерть, честно. Нет. Хотя хризантема приносит на похороны белые. Уже стойкость. Потому что она цветет. Стойкость. Почему? Потому что хризантема цветет последней, когда уже наступают холода. И очень долго она цветет, и покрываются уже цветки инием, и иногда выпадает снег. Поэтому хризантема тоже очень часто фигурирует в китайской поэзии, в классической, в том числе, как символ душевной стойкости человека во времени вскот. Ну и плюс ко всему она просто красивый цветок. И в Китае, конечно, пульт хризантемы. Я не буду все читать, кусочек прочитаю. Думаю о хризантеме. Хризантемы в зеленой фарфоровой вазе. Хризантемы в крустальном граненом сосуде. И в плетеной корзиночке феи небесной. И с кувшином вина на эмалевом блюде. Хризантемы средь тонких бокалов и крабов. Хризантемами часто любуемся все мы. Вот бутоны, вот те, что едва приоткрылись. А подальше там в полном цвету хризантемы. Прославляли тебя поколения поэтов. Ты великая история наша частица. Вот цветок благородный, ты сердце поэта. Я пою о тебе, и душа оживает. А когда я в раздумье о родине нашей, хризантемы надежды мои расцветают. Вей, живей над Китаем, о ветер осенний. Я желаю вас петь, нет прекрасней темы. Хризантему, красу моей милой отчизны. И отчизну прекрасную, как хризантемы. Я прошу тебя, ветер, лети над Китаем. Пронеси над отчизну и думы поэта. Пусть слова мои станут твоим дуновением. Разбросай их цветами по целому свету. Вей, живей над Китаем, о ветер осенний. Поспеваю я в строках горячих поэмы. Хризантему, красу моей славной отчизны. И отчизну прекрасную, как хризантемы. Вот это стихотворение Китая очень известно. Это просто классика. Перевод чей? Это, скорее всего, черкасский. Тут, по-моему, все черкасское. Черкасский вообще у нас очень крупный специалист был по китайской поэзии. По китайской поэзии первой половины века Леонид Черкасский выпустил и множество переводов. Нет, вот это конкретно, перевод Ярославцева. Вообще, у Черкасского тоже очень много переводов. Это и перевод Ярославцева. Вот, значит, интересный такой поэт достаточно. Что касается Сюйджиму. Что касается Сюйджиму. Это фотография 24-го года, когда Робин Дранат Тагор приезжал в Китай. Слева Ли Хо Иньи, тут такая известная очень высокопоставная санудника дочи. Она вышла замуж за сына Лян Си Чао. Кто знает, это китайский очень известный реформатор. Она как переводчица выступала. Робин Дранат Тагор и Сюйджиму. Обратите внимание, насколько еще он традиционно одет. Как не быстро в Китай, невзирая на то, что все они учились за рубежом. Приходила смена костюмов, как долго они переключались, в общем-то, да, как комфортно было. А это город Этипейдер снимал? Сюйджиму нет. Нет, Тагор. Тагор? Ну, он из Индии, но это Индия, да, из Индии приехал. Ближе к тебе туда, да? Нет, это я так вам не скажу. Вообще, по-моему, на Хинде писал. Надо посмотреть. Ого. Значит, Сюйджиму. Да? Тихо.